Ди, а что ты не успела в этом году? А я не успела, ничего. Насмешнил, насмешнил этот список меня. Подарков нет, идей ноль, мы испытываем стресс. Мне вот сейчас даже ни капельки не грустно. Что еще мы можем успеть за два дня? А у меня слов нет, знаете. Всем привет! Вы слушаете подкаст из 13 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами ваши ведущие Дарья, это я, и мои дорогие друзья и коллеги Диана. Всем привет! И Илюша, который работает моим студопереводчиком. Всем привет! Ну что, я поздравляю вас, ребята, и вас, ребята, с тем, что это финальный новогодний спешл, последний выпуск из 13 в 30 в этом году. И радостно, и грустно одновременно. И радостно, и грустно. Радостно, и радостно, потому что, во-первых, на такой красивой ноте завершаем год, а во-вторых, потому что, ну, все, праздник, и не придется приходить в студию, вот это вот там, да, эти все сценарии. В общем, отдых. Осталось два дня, и будем встречать Новый год. Да, осталось два дня, будем встречать Новый год, и поэтому тема сегодняшнего спешла максимально острая. Очень. Что успеть сделать за эти два дня? Вот давайте представим, что сегодня пятница, и вы сидите именно в эту пятницу, именно в 6 часов вечера, слушаете наш прекрасный подкаст, и такие, как бы у вас такая атмосфера, расслабленная, вы такие, да я все уже как бы сделал, и вдруг вы осознаете, что еще много чего не было успено. Я попыталась сделать этот страдательный злог. Ну, в общем, не успели вы многого, а мы вот сегодня будем обсуждать, что успели, что не успели мы, и что мы могли бы успеть, но не успели, и что мы еще можем успеть за эти прекрасных два дня. Как многогранно. Но не успеем. На самом-то деле для человека целеустремленного, для человека, который очень эффективно проводит время, два дня это очень много. Целовечность. Мы вот сейчас с Дианой работаем над одним сложным проектом, и для нас два дня это просто... Маленькая жизнь. Это благодать, да, вот. Поэтому я уверена, что и вам удастся что-нибудь важное за эти два дня тоже успеть. Этот финальный в этом году новогодний спешл мы делаем вместе с Холика Холика, одним из самых популярных брендов корейской косметики, у которых в ассортименте есть все, как для ухода за кожей, так и для ее декора. Ребята из Холика Холика сделали нам с Ильей и Дианой очень классный новогодний подарок. Они прислали свой флагманский продукт гель алоэ. Я думаю, вы слышали про него, очень известный продукт. Мы с ребятами вовсю уже этим гелем пользуемся, и всю эту неделю тоже его тестировали. Вам о нем чуть попозже расскажем. Кстати, пока далеко не ушли от него, я хочу сразу сказать, что это, между прочим, очень классная идея для новогоднего подарка. Особенно она спасет тех, кто до сих пор не купил подарки, а идей в голове как бы ноль. Это я! Вот, пожалуйста. Можешь подарить свой. Да, правда. Так что вы нас обязательно сегодня слушайте до конца, потому что в конце мы дадим вам промокод на скидочку, чтобы вы могли порадовать и себя, и своих близких, и, так сказать, в уходящий вагон, в последний запрыгнуть и умчаться в прекрасные новогодние каникулы. Я начну с главного вопроса. Что вы не успели сделать в этом году? Я могу сказать то, что самое главное мое упущение в этом году – это то, что я не успел сдать на водительское удостоверение, то есть не дошел до ГИБДД и не сдал экзамен. Но я так хотел, но все дела мои перекрыли важность прав. Я уже рассказал родителям об этом, то есть я хотел это все-таки в секрете держать и потом на блюдечке подать папе права и сказать, вот, гордись сыном, вот я получил. А в итоге выдал всю тайну и сказал, что ну вот такая ситуация, потому что сюрприз затянулся. Короче говоря, это самое главное мое упущение. Знаешь, Илюш, вот мне кажется, что по этой истории можно сделать вывод о том, что ты прямо вот истинный гражданин своей страны, потому что некоторые дела перекрыли тебе права. Это очень хорошо, Ди. Я, конечно, горжусь твоей амбициозностью. Ну что-то вот такое более мирское. Есть вот типа там, ну не успел, я не знаю, там дедлайн какой-то. Да, я не успел съездить к бабушкам в отпуске. Вот это для меня куда важнее, чем права. Естественно, я хотел к ним съездить и прямо поработать с ними в богороде, в саду. Зимой. Ну нет, я и летом не успел, и зимой не успел. А два раза в отпуске был. Подожди, то есть ты хочешь мне сказать, что все остальное ты успел? Все остальное я успел, да. А вот мне интересно, а наш дорогой звукорежиссер Леонид, будет ли кидать Илюше страйки, например? Вот он, скорее всего, единственный человек в стране, который все успел. Вот в прошлый раз, когда я сказала, что не люблю тарталетки, Леня не скупился на страйки просто каждый раз. А еще каждый раз, когда я говорила, что не люблю, но некие другие вещи, типа Гарри Поттера, Леня тоже давал мне страйки. И правильно делал. Я предлагаю в этот раз поставить страйк туда, Илье поставить. Мне, 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 пожалуйста, да. Книга жалоб и предложений открывается. Да. А Леня рассмотрит на... Ну, кстати, это не говорит о том, что я успешный человек, который все успевает. Абсолютно нет. Да, это же говорит, наверное... Но успешный не от слова успевать, а от слова успех. Разумеется. Успешный успех. Начинается одинаково. Да. Ну, короче, это не говорит о том, что я все успел, потому что, типа, у меня была куча планов и был какой-то список определенный. Это же может говорить о том, что у меня и вовсе не было никакого плана. Да, было два плана. Зать на права и съездить бабушке в огород. Да, вот. И поспать. И вот эти два дела я и не успел сделать. Да, на самом деле, был план, которого я придерживался, как это было в меме. Стратегия, по-моему, там была. И действительно, по этому списку, который я ставил в начале года, я все успел, кроме вот, собственно, права. А расскажи, что было-то в списке? Ну, так вот. Несильно интимное. Было написать... Ну, начать работать над альбомом полноценно. Я это сделал, да. Как интересно, заметьте, Илюша ставит себе задачу не написать альбом и релизнуть его, а начать писать. А потому что релизнуть и написать, это очень сложно. И, ну, я понимал, что, скорее всего, у меня будет мало времени на это. И я не успею. Да. Ну, правда, если кто-то сталкивался из слушателей с музыкальным продакшеном, когда ты, ну, типа, один делаешь, без команды, то это, на самом деле, сложно. Если ты хочешь соответствовать какому-то качеству и какому-то, возможно, крутому звуку от твоего кумира, то это очень сложная работа. Поэтому не хочется выпускать плохое что-то. И именно поэтому, мне кажется, GTA 6 так поздно релизнулось. Ну, в смысле, трейлер показали. Ну, у вас, ничего себе, у тебя продакшен. Типа. Ретро Дэмшн ты делал? Да. Да, по ночам. Вот. Ну, да. Ну, чутка не успел, там, пару багов осталось. Насчет, вот, собственно, отучиться на права. Я тоже ставил такую цель, и я ее достиг. Кстати, очень крутая история была. Когда я пошел учиться, я выбрал ту же самую автошколу, в которой училась моя девушка. И так совпало, что я в то же отделение пошел учиться. В общем, инструктор по теории как-то рассказывал в конце занятия, там уже спустя три недели теории, говорит, типа, ну, я там поехал в Курганинск. Я к нему подхожу после занятия, говорю, так и так, у вас есть кто-то родственник в Курганинск? Он такой, да, у меня там есть родители, живут. Я говорю, а вы случайно не знаете Юрия Васильевича Букреева? Он такой, зная, он был моим инструктором по вождению. А Юрий Васильевич Букреев, это мой дедушка, то есть отец моей мамы. То есть, прикиньте... А ты не могу своего дедушки сдать? Нет, что ты... Простите, пожалуйста. Ничего страшного. Илюшенька, прости, пожалуйста. Да ты же не знала, все нормально. Короче, и типа, это вот представьте, насколько это совпадение. Из всех автошкол города Краснодар и всех отделений я выбрал то, где есть инструктор, который обучал своего деда. Это сумасшедшая история. И теперь, типа, сквозь поколения эти знания передаются мне вот таким образом. Короче, сумасшедшая история. Ди, а что ты не успела в этом году? А я не успела, ничего. Я объясняю ситуацию. Во-первых, что мне нужно сделать? Давайте вот с этого начнем. Мне нужно приобрести некие какие-то приятные вещи для своей семьи, для своего партнера, для некоторых своих коллег, которые мне, ну, чуть-чуть приятны, но, скорее всего, я это сделаю после Нового года. Я буду ждать. Ну, да, я, собственно, такой дисклеймер просто готовлю тебя. Вот. Что еще я не успела? Я не успела собрать вещи, я не успела повесить новые шторы, которые я купила, я не успела переклеить чуть-чуть обои, я не успела вылечить, долечить зуб свой. Всех сомалийских сирот. Я не успела... Сейчас будет four hours later. Я не успела поменять сантехнику дома, потому что, чтобы вы понимали, кран у меня практически отвалился, наверное, недели две назад. О, как же ты... Но я каким-то чудом умудряюсь принимать душ, знаешь. Ты вот... Вот этот вот ведерко, которое перевернутое, короче говоря, с такой металлической штукой, когда ты ее поднимаешь наверх, ну... У меня такое над потолком... Над потолком я просто подпрыгиваю каждый раз. Как фронтанчик, на который ты наклоняешься, чтобы попить вот это. Да. Нет, я... Ты все эти дела начинала делать и не закончила, или же... И зачем ты поставила их всех на декабрь? Знаете, как вышло? Дело в том, что я думала, что я все успею, как обычно. Ну, типа, я думаю, блин, ну я по-любому все успею сделать, потому что, ну, тут не так уж и много. Осталось еще много времени. Целых два дня. Я открываю глаза просто, и календарь каким-то чудесным образом... Я календарь. Я просто... Календарь. Я просто, ну, буквально прикорнула в трамвае, просыпаюсь уже конец декабря, просто не понимаю, что мне делать. Ну, то есть, что... У меня тут еще вот с Дашей мы делаем срочный проект, Даша об этом сказала, поэтому я вообще не понимаю. Но, скорее всего, дела будут обстоять так, что я, вероятно, смогу долечить зуб в Новороссийске, куда я поеду. Я поеду к родителям на уикенд. Я просто, скорее всего, это сделаю... Скорее всего, я уже купила билет на уикенд. Ну, типа, никакого чела. Ну, типа уикенд. Артист такой есть. Ну, да. Не чувствую лица. Вот не чувствует лица я планирую, кстати, в Новороссийске, потому что вылечить там зуб будет гораздо дешевле. Вот. Поэтому, что мне, получается, нужно сделать? Мне по-любому нужно купить подарки семье, потому что я не могу этого не сделать. И знаете, что самое дебильное в этом? Потому что я даже не решила, что покупать. То есть я вообще не определилась. И более того, у меня нет времени просто, типа, сесть и нормально подумать. А когда оно у меня есть... Так это же самое сложное. Особенно родителям что-то подарить новое, ну, типа, нужное. Вот. А когда оно у меня есть, я просто сижу и смотрю утиные истории почему-то. Вот. Почему именно утиные? Ну, а какие? Говяжие, если именно говяжие? Какие куриные истории? Говяжие, вот. И типа, единственное, что я знаю, это то, что я по-любому должна успеть поменять кран, потому что одному богу известно, что может произойти... Что будет, когда ты уедешь. Когда я уеду. Но вот маленькая история смешная, которая со мной произошла в прошлом году. В прошлом году я, как обычно, ничего не успевала. Я просто ультила максимально, как только могла. То есть, чтобы вы понимали, я 29-го числа, это у нас был последний рабочий день, 29-го в 6 утра я кромсала бумагу, как будто бы... Ну, я буквально, знаете, вот как Эдвард Руки-ножницы, если помните, когда он там пытался куст подрезать. Я так же кромсала бумагу. Невероятное количество крафта, чтобы упаковать подарки, которые у меня были. Но они тогда хотя бы были у меня. Вот. И что самое забавное? Что я забыла? Я забыла, ну, одну маленькую, вот реально мелочь. Я забыла закрыть квартиру примерно на две недели. Кошмар. И уехала в Новоросс. Вау. Вау. Там поселились какие-то люди? Я охренела. Ну, в смысле, я когда приехала, я такая... От того, кто там поселился. Я когда приехала, я открываю дверь и смотрю, она открывается, типа, а я ее не открывала. Ты открываешь дверь, она открывается, но ты ее не открывала. Мы все поняли. Мы все поняли. Короче, я открываю дверь и понимаю, что либо что-то тут произошло магическое, либо, что более вероятно, у меня просто Альцгеймер прогрессирует, ну, скорее всего. Ты сейчас только что возбудила все фобии всех этих, как они правильно называются, ну, которых ОКР, которые проверяют квартиру по сто раз утюг, они же сейчас все будут судорожно проверять квартиру свою. У всех, у кого ОКР, обращайтесь, буду рада вас возбудить. Короче, я открываю дверь, она открыта. Я, более того, я вижу свой утюжок, который в розетке, но слава тебе, Господи, что он выключается. Вот. Ну, я, короче, охренела знатно, на самом деле, но мне кажется, что, во-первых, ничего в квартире не произошло, что крайне удивительно. А мне просто кажется, что люди, которые даже хотели бы, да, вот как в один дом, например, какие-то злодеи, какие-то злодеи, ну, у меня же только утюжок в квартире, да, спасибо, что так хорошо. Утюжок. Самая дорогая вещь. И старые шторы, очевидно. Самая дорогая вещь в моей жизни. Так вот, мне кажется, что они такие, типа, блин. Ты сейчас забудешь дверь, вернешься, а тебе там экран починили и шторы заменили, наши слушатели подъехали. Нет, если расклад такой, я даже ключи оставлю вам в комментариях. Так вот. Мне кажется, что люди, которые чисто теоретически могли бы у меня там что-то украсть, они просто, мне кажется, думали следующим образом, что, типа, какой дебил, типа, не закроет дверь. Ну да. Ну да, да. Есть другая гипотеза, что чем хороши январские праздники, что всем на все фиолетово, никто не выходит из дома, все максимально придаются гедонизму. Ну или так, да. Ну это маленький списочек, я наверняка что-то вспомню, потом расскажу. Ну что, это еще раз говорит о том, что Краснодар прекрасное место для жизни и не закрывание дверей. Не надо так делать. Не надо, да. Не первое, не второе. Ну, в общем, закрывайтесь. Что ты не успела, Даша? А я что? А я, значит, такая живу, в смысле, что, блин, что-то такой классный год был. Я вот вчера была на маникюре, мне там налили шампанского, я так как-то его выпила, и так мне как-то показалось, что что-то как-то жизнь такая офигенская. Я подумала, что действительно в этом году со мной много всего хорошего произошло, и как будто бы я все успела. Но я сейчас, вот прямо сейчас я открыла свой список целей на 23-й год. Значит, из, ну, условно, плюс-минус 10 целей выполнено было только любить и быть любимой. А что это считается? Ну, вот у меня, допустим... А ты поставила галочку напротив этого пункта или Никита? Я еще не поставила, потому что мы пойдем подводить итоги, я поставлю. В общем, накопить 100 тысяч рублей, да? Какая вообще у меня скромная была цель. Я скажу так, я не накопила 100 тысяч рублей, но потратила я до хища просто. А ты вообще не накопила ничего? Нет, я чуть-чуть накопила. Ну, сколько? У нас такая копилка, из которой постоянно дергаются деньги на какие-то... Ну, в итоге сейчас сколько? Сейчас у меня там 4 тысячи. Но было больше. Просто, знаете, как эта копилка работает? Мы договорились с Никитой, что это вот такие типы деньги на запас, которые мы их будем использовать, когда, допустим, вдруг случится ситуация, что денег нет. Нам повезло, деньги были, поэтому я из нее брала деньги вот по очень тупому, вот очень просто lame excuse, абсолютно. Ну, вот что? У меня не было на карте деньги, только наличка была. Я такая, а надо быстро что-то купить, надо быстро что-то заплатить. Я такая перевела оттуда и заплатила. А потом, естественно, не докинула туда. В общем, поэтому вот такая копилка у меня... Надо на счет, с которого нельзя снять деньги кидать, чтобы невозможно было это сделать. А зачем такой счет, с которым у вас деньги нельзя снять? Очень приятно, знаете, вот, во-первых, с вами разговаривать, потому что меня пугают люди, которые умеют копить деньги и умеют копить много денег. Угу. Ну, мы пытаемся с Никитой, Некая фобия. Пытаемся, да, просто как-то вот, как-то так получилось. Что у меня тут еще? Погасить кредитку. Конечно, я не погасила кредитку, но она уже... Уже виден свет в конце туннеля. Ходить на процедуры для тела и здоровья один раз в месяц. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Будто у меня было время. А на что бы ты хотела сходить? А тут есть скобках пояснения. Массаж, спа, баня, процедуры. Ну, ничего. А где бассейн? На массаже я была один раз, два раза. На массаже лица и на массаже спины. В спа вот меня Никита возил на день рождения, и, соответственно, там же был и массаж. А, вот оно что. В баню мы один раз ходили. О каких процедурах я говорила? Ну, зуб я вырвала, не знаю. Заниматься в зале хотя бы один раз в неделю. Вот смешно, да? Насмешнил, насмешнил этот список меня. Избавиться от лишних вещей. Ну, ладно, от этого мы избавились. Собрали в пакет и поставили в шкафу, потому что, ну, не донесли. Попробовать что-то новое. Я даже не знаю. Я в последнее время так много нового делаю в своей жизни, что я уже не знаю. Но, в принципе, я хочу что сказать. Мне вот сейчас даже ни капельки не грустно, что в этом списке можно, ну, вот прям с уверенностью только одну галочку писать. Потому что за год произошло очень много хорошего. И на работе. Ну, в целом, да, на работе очень много всего происходит. И мне все это нравится. Дома, в отношениях все очень хорошо. И елку такую красивую я нарезила вот в своем восточном стиле. Вот, поэтому, я, в принципе... Мне очень нравится твой список. Он такой, как бы сказать, гедонистический, что ли. Ну, то есть все в удовольствии для себя. И многие люди, которые составляют список, упускают этот момент, что нужно не только там, ну, масштабно, макро какие-то цели ставить, а еще и про себя думать. Потому что нам-то уже сколько даже? Да и вообще... Нам-то с собой ужас. Да и вообще, мне кажется, что список целей, он должен быть только про тебя. Потому что, если ты начинаешь ставить цели, которые на тебе завязаны только какую-то часть, ну, они вряд ли когда-то реализуются. Поэтому у меня всегда все цели только про меня. Либо я их формулирую так, чтобы это стало про меня. Хотя изначально это может являться что-то только косвенно со мной связанное. Знаете, я вспомнила, я обычно загадываю одно и то же желание каждый Новый год. Вот. И в том году оно у меня чуть-чуть видоизменилось просто по максимально тупой причине. Потому что у меня, короче, с этим такая история, что я либо забываю загадать желание, потому что там вот это вот кто-то еще кромсает какие-то салаты, какой-то мув странный. А в этом году я просто не успела его договорить в голове. И я остановилась на себе. Ну, то есть там было перечисление определенное. Ну, не рассказывай нам. Вот, да. И я остановилась на себе и оно, походу, сбылось вот в том форме, в которой оно... Прекрасно. Ну, то есть это забавно на самом деле. И ты вот сейчас говорила про то, что и вот Илья говорил про то, что выбирать себя, оно у меня так и получилось. Ну, замечательно. Вообще желание новогоднее должно быть короткое, емкое и быстрое. Да, вот, кстати, когда ты остановилась на себе в своем умственном желании, ты же удивилась? Ты же представила какую-то, ну, волну, бурю эмоций? Типа, а что будет теперь? Нет, я просто такая... Не, у меня по-другому это работает. Я тревожный человек. Типа, знаешь, типа я такая, блин, только со мной все будет нормально. Ну, типа, а что с остальными? Вот, но как-то так получилось, что это желание по факту как будто бы избылось даже сейчас. Не знаю. Мне вообще, на самом деле, удивительно будет послушать этот же выпуск через год, потому что мне интересно, куда меня занесет судьба, а обычно, знаете, у меня очень сильно все меняется за год, причем это не выражается в чем-то нормальном, ну, типа там, в внешних каких-то формах, в предметах, там еще в чем-то, вот, но очень сильно меняется, и мне интересно, что будет в следующем году. Ну, мы еще этот не закончили, ты подожди думать о будущем. Да, у меня еще столько дел. Ну, вот. Продолжая тему того, что я еще не успела сделать, я тебя прекрасно понимаю, Диан, в твоем пассаже про подарки, которые еще не куплены, я, например, на 50% только выполнила эту ачивку, я начала заказывать подарки еще в ноябре, первую половину декабря, а потом случился какой-то некий коллапс, и половину подарков я заказать просто не успела, и я смотрю на календарь, понимаю, что у меня осталось очень мало времени, а эти подарки нужны к 31-му, то есть люди придут, их надо подарить, вот, и я вообще о чем подумала, что для подавляющего большинства людей покупка подарков как раз таки является тем самым пунктом, который ты вечно не успеваешь, ты вечно откладываешь, ну, потом куплю, потом закажу, или даже ты, ну, не можешь придумать, и из-за этого тоже как бы програстинируешь, и не идешь, не выбираешь целенаправленно. Знакомо. Да, и получается, что на календаре 29 декабря подарков нет, идей ноль, мы испытываем стресс. Но вы, дорогие слушатели, не переживайте, потому что у нас для вас есть подгончик, как раз для тех, кто... От сердца просто отрывает. Я все дедлайны просто прошляпил. Нам кажется, что классная идея и будет подарить своим друзьям, близким, да и себе самому гель алоэ от Холика Холика. Я немножко расскажу про него. Это многофункциональное средство, которое можно использовать реально для всего на свете. Например, как крем для лица, как крем для тела, гель после бритья. О, да. Причем, да, как для парней, так и для девушек. Я вот на ножки после депиляции наношу всегда гель алоэ, кстати, который подарили нам. Можно делать из него увлажняющую маску, вы знали? Особенно, если в холодильник поставить на какое-то время, она охладится, и потом на лицо очень приятно такой охлаждающий прям эффект на коже. Также гель алоэ выручает при солнечных и других ожогах, потому что сам алоэ обладает восстанавливающим действием, и его можно использовать как взрослым, так и детям. Я вот когда домой баночку принесла, которую нам Холика Холика прислали, я показала Никите и говорю, Никита, мажь везде. Вот. У него теперь... До сих пор мажут. Он может по ней ориентироваться, потому что в ванной много баночек, а он её видит, она такая зелёная в виде листика алоэ. Вот. И сразу можно и на волосы, и на кожу, и везде наносить. У геля, кстати, такой едва уловимый ненавязчивый запах, что мне очень нравится, и в составе 99% сок алоэ. Да, вот с этого я вообще офигела максимально. Я вообще первый раз увидела состав, в котором, знаете, типа вот ты покупаешь всегда какой-нибудь там сок, например, типа апельсиновый, и никогда в апельсиновом соке нет 99% апельсин. Это всегда что-то очень странное. Типа там вода, сахар, да? Ну, какие-то эмольголюляторы. Эмольголюля кембаба. Я вообще химик. Вот, да, а тут с алоэ, всё классно. 99%. Это ещё так красиво на пачке выглядит, 99% алоэ. Ты сразу хочешь вот прям... Я очень хочу дать комментарий касаемо средства, которое помогает заживляться кожа после того, как ты сгорел, как шашлык, потому что я сметана, человек сметана. Не по консистенции, а по цвету. И, о боги, как же меня любит солнце. Как же меня оно любит, особенно... Ты ещё рыженький такой. Да, особенно, когда ты в бассейне, когда долгое время находишься под солнцем, и приходишь домой, и не можешь просто пошевелиться. И, о чудо, о чудо, когда мне достался этот прекрасный гель, я и вообще не поверил, что это возможно, типа, ну, там, старыми проверенными средствами, там, как обычно, там, каким-то сметаной, или ряженкой, кефиром, да. Но я был приятно удивлён, что, во-первых, это снимает вот эту боль напрямую, во-вторых, на следующее утро я чувствовал себя прекрасно. Буквально одна ночь. А если бы холодильник ещё поставил, охлаждающий? Ты мне сказала про этот совет, я пожалел, что им не воспользовался, это реально клёвый совет. Ну, у тебя ещё будет возможность, ещё лето, море, там, всё вот это. Это да, блин, мне ещё очень нравится их бутылка, потому что, во-первых, там есть такой фиксатор, когда открываешь, то есть, во-вторых, там есть какой-то, ну, условный вакуум, ну, конечно, это не вакуум, но что-то, что не позволяет жидкости этому гелю проливаться, и, то есть, ты можешь просто открыть эту крышку и поставить, и всё нормально будет. И так ходить есть. Ну да, в целом по городу ходить, по трамвае. А в-третьих, этот пузырь гигантский, который плавает там, это просто как будто своего рода лампа такая. Лавовая. Да. Учитывая, что средство многофункциональное, вы не прогадаете, если возьмёте его на подарок кому угодно, да, там, своим родным, близким, это может быть мужчина или женщина, то есть, тут тоже неважно, друзьям или самому себе, вот, поэтому, как вариант подарка, который нужно купить уже сейчас, мне кажется, что это идеально. Причём, знаете, что вот вам ещё один лайфхак, вы можете взять вот этот флакон условно, который в форме листочка алоэ, замотать его подарочной бумагой прямо вплотную, чтобы человек не знал, что вы ему подарите. Какая ты лиса. Мне ещё хочется пару слов сказать о самом бренде Холика Холика. Прежде всего, ребята, мы вас очень любим, потому что вы нам прислали такие классные подарки. Дай вам бог. Да, но и помимо этого у ребят очень много крутых продуктов, в которые просто невозможно не влюбиться. Как я уже сказала ранее, у Холика Холика есть всё для ухода и для макияжа. Причём у всех средств трендовой составы и текстуры, они все многофункциональные и выпускаются в разных форматах. Кстати, для девушек, которые нас сейчас слушают, можно послушать ещё один подкаст от нашей студии. Он называется Героиня, его веду я. И там мы тоже рассказывали про бренд Холика Холика. Нам ребята прислали на борде карадинной косметики. Мы её тоже всю попробовали, нам очень понравилось, и мы там даём собственно наш искренний фидбэк и советы по новогоднему макияжу. Так что у вас как раз два дня осталось, можно ещё послушать и зарядиться новогодним настроением, взять себе на заметку какие-нибудь советы. Ссылку на гель алоэ мы конечно же оставим для вас в описании. А ещё мы подготовили для вас промокод гель алоэ. Он многоразовый, даёт скидку 15% на весь ассортимент бренда Холика Холика, суммируется с другими скидками и будет действовать с 15 декабря до конца января в золотом яблоке. Его мы тоже вам оставим в описании, так что желаем вам удачных покупок и подарков, которые порадуют и вас, и ваших близких. Так, а подожди, нам тоже можно пользоваться этим промокодом, получается? Конечно, можно. Ой! В золотом яблоке только. Не забудь в золотом яблоке. Круто. Вот, такие дела. О том, что мы не успели, мы уже поговорили, а мне кажется, самое логичное сейчас перейти к тому, что же все еще можно успеть в уходящем году, и мне кажется, одна вещь, которую мы точно можем успеть все сделать, это открыть шампанское. Ес! Я все это время ждал, ну, наконец-то! Осторожно, мы его потрясли. Да, да, да. Мы его потрясли, да? Так, я открываю, но я не буду направлять микрофон на бутылку, потому что я боюсь за оборудование. Ты можешь параллельно делать. на микрофон не направляю лучше. Ну, в целом, да. Итак, в общем, я технику безопасности, дамы и господа. Это самое непраздничное открывание шампанского. Да, 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 да. Ну, мало ли. Все, видите, ничего не провелось. Так, наливаем. Тема. Очень классно звучит. И давайте выпьем за... За что? За классные подарки. Чтобы эти подарки порадовали нас и наших близких, как у нас звучит это в теме подкаста. Чтобы было больше таких прекрасных партнеров, которые присылают подарки. Ладно, шампанское налито, первый тост произнесен. Теперь давайте продолжим наш выпуск и подумаем о том, что же за эти прекрасные два дня можно успеть сделать. У меня план такой. Я собираюсь успеть навести порядок. У меня в планах это на 30-е. Я, знаете, почему так решила? Я не убиралась, наверное, месяц дома. И каждый день, когда я могла бы теоретически убраться, я думала, ну зачем? К Новому году уже все испачкается. Лучше я перед Новым годом на кону не уберусь и будет чисто. А потом дальше как бы оставлю это в прошлом. А как ты планируешь прям генеральную сделать? Или же это просто робот-пылесос поработает? У меня нет пылесоса. Если бы он у меня был, я бы вообще это даже не была бы темно. Это мое обсуждение, да. Я собираюсь подмести, протереть пыль и вынести мусор и помыть посуду. Все. Больше ничего не собирать делать. А знаешь, типа еще такое делают там новое постельное белье. Я уже постелила. А, все уже, готово. А ну, будет недельку где-то еще лежать. А вопрос. Вы с Никитой покупаете какой-то особенный новогодний наряд? Ну, то есть, какое-то там платье тебе и новую рубашку, условно, Нигде. Слушай, ну... Интересно очень, что Даша будет в платье, а Никита в одной рубашке. Ну, знаешь, у него по-любому есть брюки, по-любому есть туфли, а вот рубашка... Конечно, конечно. Я просто представила вот эту картину обычно так во всех фильмах, когда девушка после там какой-то ночи просыпается, накидывает просто рубашку. Мне кажется, Никита так же будет ходить. Ему очень пойдет. Да, он, кстати, не признает вообще одежду. И в носках. Он, да, он такой, своего рода, экземпляционист домашний. Я скажу тебе так. Вот у нас еще есть два дня. За эти два дня может произойти что угодно. Мне может мальча в голову ударить, которого невозможно представить себе вечер 31-го. Но вообще план у меня сейчас такой, что я хочу максимально домашний вайп. Я вот купила прекрасный красный свитер, наконец-то. А, это он? Да, это тот за свитер, это ачивка просто этого года максимально. Я хочу быть в нем и каких-нибудь очень уютных, милых, возможно, домашних штанишках. Возможно, будет все иначе. Я что-то там, какой-нибудь шалковый рубашка, шалковые штаны, что-то такое. Вот. Но я в этом году прям не хочу сильно марафетиться. Я сделаю какой-нибудь рождественский макияж. Такой вот, ну, блескучий, легкий. И буду такая прям домашняя кошечка такая. Поэтому, да. Ходить уж ножками я точно никуда не буду. Я встречаю Новый год в пижаме обычно. Я где-то это слышал. Почему? Почему я знаю эту информацию, Ди? Ты можешь мне ответить? Я не знаю. Может, ты видел, как я встречаю Новый год? Если Никита подарит мне пижаму, которую я выбрала, то я тоже буду в ней встречать. Блин, пижама — это тема. Я недавно, кстати, племянница подарила пижаму с единорогом. Сейчас покажу фотку быстро. А это вот эти вот кигуруми, кугуруми? Да, почему-то всем кажется, что это кигуруми, но нет. Это обычная пижама. Сейчас вот. Типа вот такая. Потрясающая фотография. с единорога и пакет с единорогом. Ну, в общем, да. Я надеюсь, она не слушает этот подкаст, потому что я четыре, и она не узнает, что Деда Мороза нет. Что? Мне так нравится эти его что? Что еще мы можем успеть за два дня? Убраться, нарядиться? Я должен успеть завтра, потому что выпуск-то в пятницу выходит. Завтра я уезжаю из города. Ура! Я должен достойно и безопасно, самое главное, безопасно добраться до другого города вместе со своей девушкой. Мы едем к ее родителям, там будем встречать Новый год. Да, это непросто, потому что мы везем кучу подарков, и очень тяжелых, и неудобных, и габаритных подарков. У нас нет машины, мы выбрали. Какие молодцы, накупились. Он и правда все успел, Диан. Даже габаритные подарки. А у меня слов нет, знаете. Ты только сегодня тачку забронировала. На самом-то деле я очень рада за Илью, потому что это офигенное чувство. Я надеюсь, что за оставшееся время я в конце концов ушатаюсь, как обычно, тридцать первого, но буду с чувством выполненного долга. А давайте выпьем за то, чтобы если вы и ушатались, у вас было чувство выполненного долга. Ура! Ура! А это я продолжу. Это очень хорошо, то что ты будешь тридцатого, условно, или тридцать первого, будешь отдыхать и понимать, что ты устала и заслуженно отдыхаешь. Это такое клевое ощущение. Бахнуться в кресло, включить друзей или что-нибудь еще. Что? Игру престолов или дневики вапира. Я корону смотрю. Что это за Новый год? С Игрой престолов. Да, ну типа, мне кажется, в любое время года эти сериалы хороши, так что какая разница. Короче, я к тому, что клево, что ты... Знаешь, вот у мужчин, я особенно это знаю по себе, есть вот это невероятное, крутое ощущение, то, что ты, ну, проработал весь день физически, там где-то на заводе. Нам незнакомо такое чувство. Разгреб целый вагон. Прости, ты, я что-то думал. Только у мужчин, конечно, такое бывает. Нет, нет, нет. Почему, почему? Это же как в рекламе... Я, пожалуй, выпью шампанского. Это же в рекламе лодспайса. Если еще и на коне, на заводе вообще. Действительно. Нет, на самом деле, я тоже очень сильно надеюсь, что так действительно получится. Но скорее всего... Ну, может, так и получится. Знаете, я вот все-таки... Я не зря выпила сразу после того, как мы чокнулись. Мало ли что. Мало ли вселенная просочится вот между мной и бокалом, и где-то в этом пространстве все мои планы пойдут... Пап-пап-пап. Да. Давайте выпьем за планы, которые... Пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап-пап. Есть ощущение, что дальше просто нужно выпить? Да. Да, я выпила. И что дальше? А где ёлка? Которая? Которая должна стоять здесь и вообще мандарины... Она никому не должна, ничего. Эта ёлка стоит в офисе. А моя какая красивая. Ладно, я добьюсь сегодня. А я, знаете, даже ёлку не нарядила. Кошмар. Вот тут мы поставим тебе страйк. Нет, подожди. Да блин! Не смейте. Я и в прошлом году её не наряжала. Просто потому, что... Нет, вот эту страйк. Тут уберите, пожалуйста. Потому что мне не хотелось. Но! Надеюсь, наш звукорежиссёр дослушал до этого момента. Прежде чем меня выбить из игры. Я нарядила всё-таки ёлку, но с мамой. Дома, у себя. Но! Чтобы вы понимали, мы почему-то как-то до последнего с мамой прокрастинировали. Она вообще супердеятельный человек, но каждый раз, когда приезжаю я, она превращается в Большого Лебовский, как и я. Ты заряжаешь её, да? Да. Чувачество. И типа мы нарядили ёлку, ну как нарядили, наполовину. И знаете, с каждым годом мы всё больше и больше изощряемся на причины того, почему так происходит. И почему дальше не нужно её наряжать в целом. Вы можете почистить каждый год, и через 10 лет у вас будет ёлка. Среди причин числились. Да блин, давай лучше завтра нарядим первое число, включим один дом, а будет так лампово, нам никто не будет мешать. Осипенно. Среди других причин. Блин, да мне кажется, не надо её навешивать так сильно, она минимализна, нормально. А создатели, давай первое нарядим. Это же всё-таки натуральное дерево, зачем вот это вот навешивать? Среди третьих причин. Так даже как-то свежее. Вот это вообще... А кошки есть в доме? Нет, в доме есть две собаки. Но они же могут сбить. Они не просто могут, они это делают каждый год. Вот ещё одна причина, не наряжать ёлку. Но знаешь, у меня собака как бы встав, он там, ну, от пола, наверное, сантиметров 50, может быть. Но никак не 2,5 метра. Но в целом, на самом деле... Конечно, вы ёлку по 2 метра взяли. Я помню офигенную историю. Мы раньше всегда ездили Новый год отмечать к бабушке, соответственно, там, с семьёй тёти. Все уезжали со своих домов и ехали к бабушке. И это был первый или второй Новый год, как у нас появилась собака. И мы, короче, с братом решили приехать, посмотреть, что он там, как он. Он ещё ни разу не оставался наедине с ёлкой. И вот что произошло. У меня где-то даже фотка есть. Во-первых, он не просто сломал игрушки, он сожрал одну из стеклянных шаров. Один из стеклянных шаров. Да, ничего с ним не было, всё было в порядке. Но что он сделал ещё? Он практически завалил ёлку. То есть, она стояла буквально как пизанская башня. Он сгрыз 4 диска с PlayStation. Моего брата погрыз джойстик, погрыз PlayStation. Непростительно. Ну PlayStation-то за что? Причём там есть фотка, я его фотографировала, где он сидит рядом с ёлкой, а вокруг него раздолбанные диски. А эту PlayStation моему брату подарила его девушка. Угадайте, на какой праздник? На 14 февраля. На Новый год. На этот же Новый год, на котором он его раздолбал. Но это было даже забавно, на самом деле. Кстати, да, успеть нарядить ёлку тоже можно за два дня. Ведь многие ставят прям аккуратно. Да в смысле? Конечно, можно. А вот тогда вот такой вопрос. Вы во сколько с мамой начинаете обычно наряжать ёлку? Потому что во сколько, как по мне, это очень важный пункт. Конечно, знаешь, как это было? Типа мы наряжали где-то, ну, когда я там была и жила дома, это было где-то 27-е, там, 26-е, может быть. Когда было в универе, это уже где-то 28-е, и сейчас, соответственно, я только домой приеду, где-то 30-го. И под вечер. И под вечер 30-го. И самое, что забавное, что я чуточку устаю. Самой малости. И обычно я просто отключаюсь. То есть у меня не то, что там уже шары не гармонируют на ёлке, я уже сама не гармонирую под ёлкой. Ну, понятно. Дорога, плюс ещё, наверное, пообщаться же нужно с родителями. Ну, если какие-то некие ресурсы есть. Да. Типа, и всё. А ещё, знаете что? Я вот недавно выяснила, у Даши уже греется бокал в руке. Я вот недавно выяснила, что Новый год мы будем встречать не большой семьёй, как обычно это бывает, а маленькой. То есть я, папа, мама и брат. И не то, чтобы, знаете, я сильно обрадовалась этой мыслью. Я, конечно, их очень люблю. И это очень тепло. И по-семейному. Но все салаты в одного нужно будет резать теперь. И на этой ноте давайте выпьем за салаты в одного. Мне так нравится. Я выпила его такие ламповые. Знаете, я вот что думаю, что я бы ещё хотела успеть за эти два дня набрать горяченную ванну насыпать туда офигенной соли, вкусно пахнущей. У меня есть как раз такая офигенная. С орехом. Пены туда наколбасить. Для бритья. Всего, всех пахучек, что у меня есть, забраться в неё, значит, масочку сделать. И вылезти, и прям лежать, и вылезти, такой вот обновлённой. И можно даже это прям вот посреди дня 31-го сделать. А чё бы нет? А кто тебе запретит? Потому что я хочу проснуться 31-го, я иду на завтрак с девочками, у нас традиция, вечером на ужин с Никитой, а днём я просто хочу вот просто лечь в ванну, почему нет? А у тебя был опыт, возможно, это немножко личный вопрос, но делала ли ты что-либо интересное в ванне? Ну, я говорю сейчас про какие-то банальные свечи там поставить, какие-то, возможно, или там арома, там благовония, или там, не знаю, курить в ванне. Я не знаю, что-нибудь такое необычное, что поможет тебе ещё больше погрузиться в расслабленное состояние после тяжёлого года? У меня есть подруга, Катя, она путешествует много и живёт в ней в России. И у нас с ней раньше ещё, когда мы были очень юны, у нас была традиция, она приходила ко мне в гости, мы залазили в ванну, выкуривали сигарету и обсуждали парней. Вот. Но это традиция в прошлом, потому что теперь мне есть с кем полежать в ванне. Вот. Так что нет, отвечая на твой вопрос, я не делаю ничего особенного в ванне, только лежу и купаюсь, собственно. Но свечки я зажигаю, у меня есть красивый такой поднос, как в Пинтересте, знаете, куда можно поставить бокал, какой-нибудь планшет, там, свечки, вот эти все штучки разложить, и я иногда эту штуку ставлю, но очень редко. Ну, а ты... Да, ты же помещаешься в ванну. Я к чему? Потому что у меня была мечта, я видел в клипе Guano Apes Living a Lie, барабанщик этой группы в ванной в этом клипе играл на барабанных палочках по воде. Это было очень эффектно, мне всегда хотелось в ванне поиграть на барабанных палочках. Ну, я же не барабанщик, я электронный музыкант, поэтому мне в ванной остается только электричество. Подруби. Что? Я могу тебе дать барабанные палочки. Спасибо. И что же мне с ними... Поиграй по воде. Входи, поиграй. Спасибо, Вадия. Вот, а еще можно выспаться. Два дня, да? Вот как бы, да? Сегодня, получается, все, финальный рабочий день, и завтра можно выспаться. Знаете что? Мне кажется, очень важно... Не важно, вы много сделать успели или мало сделать успели, там, все купили или еще только предстоят вам покупки, но важно все равно найти хотя бы 10 минуточек в этом сумасшедшем графике, чтобы вот заскочить на ножку этого уходящего поезда и просто подумать о себе, как-то расслабиться, подумать, а что впереди, а что было, подвести некие итоги. О том, что впереди, лучше не думайте. Ну так, как-то чуть-чуть вот за перспективу пары дней заглянуть, то вот что будут праздники, а потом там какие-то новые цели будем ставить. Мне кажется, это тоже важно, потому что в конце концов впихнуть невпихуемое в эти два дня все равно не получится. Получится. Почему бы не расслабиться? У меня нет выбора на самом-то деле. Почему бы не расслабиться? Но в целом, да, знаете, нужно по-модному говорить, нужно замедлиться. Замедлиться, да. Вот этого замедлиться. Мы надеемся, что вам это откликается, поэтому замедлитесь. Замедлиться, кстати, можно замедлиться при помощи... Давайте замедлиться и выпьем. Давайте. Илюшенька. Так нравится. Чем больше ты перебиваешь Илью, тем больше его глотки. Прости, Илюш, я напилась уже. Да все окей. Замедлиться, кстати, еще можно при помощи жанра, который недооценен. В музыке называется Slow-Mo Reverb. Чего это за жанр? Конечно, это офигенно. Короче, берется какой-то знаменитый трек, понижается на два или там на четыре полутона, добавляется, собственно, реверб, то есть эффект реверберации, и этот трек обычно заливают куда-нибудь на видеоплатформу и ставят какой-то космический визуал или какой-нибудь киберпанк визуал. И это так круто звучит, расслабляюще. То есть, во-первых, ты уже знаешь этот трек по-любому, и ты его слышала уже миллион раз, а тут он открывается для тебя с новой стороны. И, кстати говоря, под конец года как раз-таки клево открыть какой-то для себя новый жанр, и вот это вот интересное направление в музыке. Короче, мне кажется, что для меня уже не стоит все-таки открывать новые жанры в музыке, потому что те платформы, на которых я слушаю музыку, стриминговые, они уже буквально там уже счетчик слетел на количество часов и разных жанров и песен и так далее, но мне кажется, что прикольно было бы посмотреть какой-то классный фильм. А если у вас есть возможность, проведите там условно день просто за просмотр фильмов, которые вышли вот в 2023. Не знаю, наберете ли вы такое количество хороших фильмов, чтобы сутки их смотреть, но мне кажется, что да, плюс-минус должно быть. Да-да, успеть нужно посмотреть именно в этом году. Вот, просто почему бы нет. А еще можно какой-нибудь челлендж себе поставить? Маленький, двухдневный. Да, у меня был челлендж, не двухдневный, правда, я раньше, когда была мелкой, ну, наверное, лет с четырех до семнадцати, я каждый раз, когда мы убирали уже игрушки и разряжали елку, ну, разряжен, вот. Не успех. У меня была маленькая бутылочка, в которой я писала разные штуки себе в будущем. Типа, что я сейчас делаю, как я там. Капсула времени. Да, и я закрывала ее, убирала в ящик с новогодними игрушками, соответственно, когда я наряжала елку, я вот это вот читала. Ой, как клево. И недавно я нашла эту бутылочку и увидела, как я там просто судорожно пишу что-то типа, блин, сейчас Новый год, мне 16 лет, я буду сдавать экзамены, не уверена, что я поступлю в университет, типа, жесть, как бы так все успеть. И причем, это очень забавно, возьмите, попробуйте так сделать, например, возьмите какой-нибудь листочек А4, например, и пишите прямо мало, вот, разделите его там на части, потому что я прям сравнивала, как у меня почерк трансформируется, там какие-то штуки. А нужно писать, что тебя конкретно вот сейчас волнует. А ты можешь вообще что угодно писать. А, даже так. То есть ты можешь там написать условно, что, не знаю, блин, наконец-то я все-таки дропнул это дерьмо в виде своего альбома, я же рэпер. Вот. Или что-то типа такого. Вот. Мне очень нравится эта идея, у меня тоже крутилась про капсулу времени, а я вот могу такую, такую, значит, двухдневный челлендж не есть и круто 31-го. Потому что я каждый день ее ем, я не могу. Я уже, ну, ко мне уже приходит некое такое чувство, да, вот где о чем ты говорила, ну, оно легкое, пока оно только еще чуть-чуть так просто, ну, вот подходит, знаете, вот в коридоре, что музычка рождественская уже немножко поднадоела и корка уже как-то тоже чуть-чуть присутствовалась. Но, тем не менее, она будет на моем столе однозначно. Я очень хочу сказать нашим слушателям, посмотрите фильм «Заряженное оружие». Если вы не знаете, что посмотреть, он есть на всеми известном видеохостинге в том переводе, в котором нужно его смотреть. И если кто-то его уже видел, то наверняка поймет, о чем я говорю. И этот вайб фильма настолько смешной, и он, несмотря на то, что все действия там происходят летом, мне кажется, что он поднимет вам настроение до уровня вот этого праздника, до Нового года. «Заряженное оружие» это, ну, реально классика, которую нужно посмотреть в 90-х. Давайте выпьем за настроение уровня праздничное. Ура! Ну что, я думаю, что если мы и могли сегодня что-то посоветовать нашим слушателям, то мы уже не успеваем. У вас осталось два дня до Нового года, это замечательные два дня, проведите их максимально кайфово. Постарайтесь не суетиться, ну, кому в конце концов лишний салат на столе. Вот, а я хочу прерваться на небольшую такую из-13-ти трицевскую паузу и сказать своим дорогим соведущим спасибо, что этот год вы были со мной, и если вы думали, что вы уйдете сегодня без новогодних подарков, то вы ошиблись, потому что у меня для вас есть... новогодние подарки. Сейчас, подождите, мне нагнуться под стол, чтобы достать. Ого! Это Илюшеньки. Ого! Это Дианочки. Анбоксинг прямо сейчас будет? Да, А, я знаю, что это. Это футболка. Футболка. Это футболки из 13-ти в 30? Да, сфотографируем, это потрясающе. Офигеть. И пакетики с Редварном. Спасибо. У меня нет слов. Это прям удар в сердце. Это твоя реакция, которую я ждала. Просто на поражение. Блин, какие пакеты классные. Да, это что за материал вообще такой? Не знаю. Это же мама Дарья. Это ясно. Это мамочка сделала. Спасибо большое, мама Даши. И Даша тоже. Давайте выпьем за... За подарки, за маму, за маму. Спасибо. Очень приятно. Ну что ж, твое будет под Рождество. Не католическое. Ну все, ты попала. Я тоже люблю подарить подарки. Вы никогда не задумывались о том, что творится у людей в голове? О том, что происходит с персонажами известных фильмов и сериалов? Почему Монике Геллер так важно, чтобы цветы на постели смотрели на изголовье кровати? Один винчестер так печется о своей машине. Как объяснить странный роман Кэри Брэдшоу и Мистера Бига? И в конце концов, откуда у Джокера его душевные шрамы? Психологические проблемы этих и других культовых персонажей мы разбираем в новом сезоне подкаста «Все в твоей голове». Переходите по ссылке в описании и слушайте на любой удобной платформе. А теперь песня. Сейчас вы услышите трек известной группы Стекловата под названием Новый Год в исполнении ваших покорных слуг меня, Дианы и Ильи. Я хочу сказать, что это никому не известная группа, по-моему. Да? Шаку известная в узких кругах. Да, это действительно так. Клип потрясающий. Всем советую посмотреть его. И послушать сейчас. Надеюсь, у меня так получится сделать. потише, нет? Нормально? Да, мне кажется, нормально будет. А, блин, это все записывается. А мне нравится. Сейчас, когда зажигается... Рано. Не-не, рано, рано. Подожди. Блин, а мне кажется, что это можно вставить, если мы там не ругались. Сейчас, когда зажигаются свечи В каждом доме и в каждом окне Это пришел Праздничный вечер Пусть на улице Юга и ветер Но даже они улыбаются мне И звон часов И звон часов В праздничный вечер Шесть, семь, восемь Новый, 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 новый год Все мечты исполнит Новый, 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 новый год Мы на год запомним Новый, 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 новый год Не жалейте свечи Новый, 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 Новый год Новогодний вечер Новый год, Новый год, Новый год С Новым Годом! Во-первых, спасибо, что дослушали эту песню до конца А во-вторых, подводку в финальную сделаем мы с Ильей Потому что Даша очень хорошо с бокалом у нее в руках Мы хотим вас поблагодарить за то, что вы были с нами весь этот год И пожелать вам всего самого замечательного, знаете, для вас, для вашей семьи Фарту вам и всего самого наилучшего Будьте молоды внутри, не старейте и слушайте наш подкаст Потому что здесь вы узнаете много чего нового И, возможно, подтвердите все то, что вы уже и так давно знаете И просто от души кринжанете, знаете, родные Да, мы насыпем кринжа нормально Поэтому с Новым Годом! С Новым Годом! Это был подкаст из 13.30 Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано И в студии с вами были Даша, Диана и Илья Всем пока! Хо-хо-хо! Пока! Новый Год 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 Новый Год